Здравствуйте, друзья! У нас получилась целая серия видео про синтез и репарацию молекул ДНК. И не зря, ведь вопросы, связанные с этими процессами, неоднократно встречаются на реальных степах. А понимание молекулярных основ и клинических исходов составляют важнейший фундамент для врачей определенных специальностей. И сегодня мы хотим рассказать вам про два вида репараций ДНК. Негомологичное соединение концов и гомологичная рекомбинация. Эти два процесса очень часто остаются непонятными у студентов. Но тем не менее, они являются основой патогенеза хай-елт заболеваний в USMLA. И сегодня мы разберем с вами все важные аспекты, несомненно, с клинической интеграцией. Поехали! За время нашей жизни мы неоднократно встречаемся с повреждающими эффектами окружающей нас среды. Стрессорами, испытывающими наш организм на прочность. И время от времени это приводит к двуцепочечным разрывам в цепях ДНК. Естественно, эти бреши необходимо устранять. И для этого были придуманы два механизма. Негомологичное связывание концов и гомологичная рекомбинация. Давайте разберем оба процесса поподробнее и начнем с более сложного. Гомологичная рекомбинация. Она требует для себя две одинаковые двуцепочечные ДНК. Например, сестринские хроматиды или целые гомологичные хромосомы. То есть, когда в ядре есть абсолютно точная копия поврежденного участка. Мы наблюдаем это в S и G2 фазу клеточного цикла. Когда гомологичная ДНК отсутствует, либо тоже повреждена, а произвести репарацию ДНК необходимо, то используется уже негомологичное связывание концов. Но об этом процессе чуть позже. Итак, гомологичная рекомбинация. Невероятно сложный процесс. И он до сих пор изучается. Могу вам подсказать, что на сегодняшний день есть две устоявшиеся модели. Модель Холдея и модель Мезельсона Рединга. Можете их изучить, если вам интересна глубокая интеграция в этот процесс. Ну а наша задача сейчас понять основные моменты, а также к каким заболеваниям могут привести дефекты ответственных протеинов. Итак, вот двуцепочечный разрыв. Первым делом вступает MRN-комплекс, который обрезает 5 штрих-концы цепочек поврежденной ДНК со стороны повреждения. Далее, белок RPA, Replication Protein A, стабилизирует 3 штрих со стороны повреждения для того, чтобы защитить его от нуклеаз и от связи цепочек между собой. Белок RAD-51 в комплексе с BRCA протеином обеспечивают поиск гомологичного, то есть идентичного участка в ядре и его связывание с поврежденной ДНК. Происходит это через формирование вот такой вот петли. Ну и далее полимеразные комплексы достраивают цепи по матрице. После того, как молекулы достроены, происходит терминация, и ДНК принимают свое первоначальное положение, а участвующие белки диссоциируют. В USMLE вас могут спросить о двух заболеваниях, связанных с мутациями, затрагивающими гены протеинов, ответственных за гомологичную рекомбинацию. Первое – наследственный рак молочной железы и яичников при дефекте гена BRCA1 и 2. Но в настоящее время с дефектом BRCA также связывают рак простаты и рак поджелудочной железы. Клетка не может исправить двуцепочечные разрывы, дефекты накапливаются и ведут к развитию неограниченного злокачественного клеточного роста. Но здесь необходимо помнить про неполную пенентрантность. Если у человека обнаружена мутация генов BRCA, то это не значит, что у него 100% разовьются эти опухоли. Есть лишь риск и необходимость чаще проходить определенные обследования. Из примеров можете прочитать историю Анжелины Джоли. У нее как раз таки обнаружили мутацию гена BRCA. Следующим заболеванием является анемия фанкони. Ее мы уже разбирали, когда сравнивали различия между синдромом и анемией фанкони. Обязательно посмотрите это видео на нашем канале. Дефект гомологичной рекомбинации приводит в данном случае к нормоцитарной или реже макроцитарной анемии апластического характера. Угнетаются все ростки гемопоеза, развивается панцитопения. И это неудивительно. Кровяные клетки делятся постоянно. И накопление ошибок в их линиях развития ведет к серьезным последствиям. Кстати, у людей с анемией фанкони повышенный риск развития острого мелогенного лейкоза. А вот симптомами, которые позволяют вам без ошибок ответить на вопрос кубанков, являются пигментированные пятна на теле по типу кофе с молоком. И очень важно, мальформации пальцев рук. Когда у детей пальцы на руках могут расти без правильной организации в разных плоскостях. Не путайте с полидоктилей. Следующим механизмом репарации двуцепочечных разрывов является негомологичное соединение концов ДНК. В данном случае у нас нет доступного гомологичного участка. Специальные КУ-протеины связываются с дефектными участками. К ним присоединяются протеинки-назные каталитические субединицы, которые фосфорилируют вновь прибывший третий белок, артемис. Активируя его, артемис является 5-штрих-3-штрих экзонуклеазой. И его задача сделать так, чтобы концы ДНК стали сопоставимы по своей длине. А потом ДНК-олегаза просто заполняет брешь. Как видите, в данном случае часть ДНК теряется. Именно поэтому более предпочтительным способом репарации является именно гомологичная рекомбинация. Дефект этой системы приводит к развитию атаксии телеангектазии, другое название с синдромом Луи-Бар. В данном случае происходит дефект гена ATM с аутосомно-рецессивным типом наследования. Накопление неисправленных мутаций ведет к триаде. Можечковые дефекты, что приводит к атаксии, телеангектазии, дефицит иммуноглобулинов AGE, это приводит к частным инфекциям, а также люди с синдромом Луи-Бар чрезмерно чувствительны к действию радиации, а также имеют высокий риск развития лимфом и лейкемии. Лабораторной особенностью у данных пациентов является увеличение в крови альфа-фетопротеина. Почему? Причина точно неизвестна. А на этом все. Думаю, получилось очень интересное и интегративное видео. Сделайте конспект и попробуйте порешать вопросы на эту тему. У вас все получится. Подписывайтесь на наш канал, делитесь нашим видео с друзьями. Всего вам хорошего. До свидания.